Еще три дня назад в данном помещении было пусто, но приезд Рика Байера, технического специалиста фирмы Оэрликон, в корне изменил ситуацию. Немецкая фирма Оэрликон изготовила для новых гарнисажных печей в СМПО современную вакуумную систему. Сборка ее механической части происходит в данный момент. Немецкие компании имеют больше опыт работы с таким сложным оборудованием. То есть данное оборудование может обеспечить тот необходимый уровень вакуумирования, который необходим для плавления титана. Одно из основных достоинств новой системы – скорость нагнетания вакуума во внутреннем пространстве печи. На существующих на ВСМПО гарнисажных печах этот процесс занимает от 2,5 до 3 часов. На новых производители обещают убыстрить вакуумирование в 5, а то и в 6 раз. Виталий Иришкевич – спец по механике ныне действующих печей. Но уже сегодня он знает особенности оборудования, которое после ввода в действие станет зоной его ответственности. На старых печах у нас каждая вакуумная система к каждой печи присоединяется индивидуально. Здесь же у нас вся вакуумная система может вакуумировать как печь номер 4, так и печь номер 3. Далее понятно, что здесь уже установлено новое современное оборудование. На старых печах у нас на одной печь 3 линии вакуумных насосов. Если хотя бы одна линия выходит из строя, то сама по себе печь тоже останавливается и производить металл не может. Здесь же у нас, если одна стойка вакуумных насосов выходит из строя, то мы можем задействовать стойку с другой печи, и тогда печь может работать, выдавать металл, в то время как будет производиться ремонт. Немецкая вакуумная система имеет многоступенчатую фильтрацию. Она должна защитить насосы от веществ, образующихся в процессе плавления титана, увеличить срок их службы и поддержать производительность на достаточном уровне. Самый главный человек на участке – представитель фирмы-производителя. На что, по его мнению, в процессе монтажа нужно обратить особое внимание? То, что здесь используются два вида насосов. Насосы очень большие, большие фильтры. И при работе с краном нужно обращать особое внимание на осторожность при транспортировке и установке. По договору на монтаж механической части отведено две недели. После этого на ВСМПО прибудет специалист по электрической части. Через пять недель система должна быть полностью готова, протестирована и опробована. Продолжение следует...